Существует три легальных способа торговли бахчевыми культурами. Это сельскохозяйственные рынки, пятиметровая зона, прилегающая к овощным магазинам, и сельхоз-ярмарки. А вот такой арбузный развал недопустим, поскольку находится вблизи оживленной автомагистрали. Хотя здешним продавцам этот вариант явно к душе. Причина вполне понятна – место видное, товар разберут быстрее. В погоне за прибылью торговцы не озадачиваются тем, что арбузы и другие фрукты, впитав в себя все автомобильные выхлопы, способны нанести серьезный вред здоровью. Но это не единственное нарушение. Инспектор Россельхознадзора попросил продавцов показать карантинный сертификат – официальный документ, подтверждающий безопасность продукции для населения и экологии. Я могу привезти сертификат с города, если нужно. Конечно, нужно. В наличии это должно быть у вас. Да, у нас в тот раз было. Раньше, когда мне арбуз поручили, а сейчас вот в последний раз его не получили. Ну, и было, мы забили просто. Ночью разгружали, просто торопились. Может, это какой-то неликвид, который на свалку надо выбросить? А вы продаете? Нет, это какой-то арбуз. Мы понимаем, как арбуз выглядит, как это. Вот это видите? Очень хороший арбуз. Никаких заболений нет. В ходе рейда у мероприятия у вас отсутствуют документы на карантинную продукцию. Если вообще без проблем предоставили? Нет. Мне сейчас придется на базу ехать, где купил, а тут мне предоставили документы. Ну, сейчас, значит, нет. У вас на данный момент нет. На данный момент отсутствует документ. На данный момент нет. У вас нарушения, составляем протокол. Кроме очевидных нарушений, налицо грязь, мусор и полная антисанитария. Покупать такой товар явно не хочется. Хотя отважные люди всегда найдутся. В ходе рейда у мероприятия было обнаружено, что документов отсутствуют на арбузы фитосанитарные, которые подтверждают фитосанитарные происхождения, откуда было заведено. Ну, был составлен протокол на физическое лицо по статье 10.3 по федеральному закону 266 о гарантине растений. Продавцы другой торговой точки на просьбу инспектора показать соответствующую документацию тут же предоставили все необходимые бумаги. Кроме того, на каждом ящике с фруктами была маркировка с пометкой, откуда прибыл товар, а это тоже имеет значение. Подобные рейды проходят теперь регулярно. Специалисты просят покупателей обращать внимание, где, у кого и какой товар приобретаете. По первому требованию вам должны предъявить разрешение на торговлю, сертификат качества продукта, а также документы о лабораторных исследованиях. Галина Миртова, Анатолий Тюльнев, РТК «Забайкалье». Продолжение следует... Галина Миртова, Анатолий Тюльманова. Продолжение следует... Продолжение следует...